Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал AlexSkinnerToys. Сегодня у нас классный сюрприз-микс Rainbow Surprise Fantasy Friends, мега-щенки Пау Патрол, лего-мини-фигурки Луни Тюнс, пазл Мстителей Марвел и другие. Будет интересно! Ставь лайк и поехали! Начнём с киндер-сюрприза на Тунс. А то под прошлым роликом мне написали, куда пропал на Тунс из видео. Не переживайте, вот он! Так, а вот игрушка, похоже, повторная попалась. И в этой коллекции 21 фигурка. Вот такая забавная мохнатая обезьяна. Белоснежного цвета. Кстати, вот так очень напоминает овечку. Правда ведь похоже? Она залезла на дерево, зацепилась ногами и висит там. И может не просто висеть, а даже крутиться. Хорошо зацепилась. Можно использовать эту обезьянку как антистресс. 3D пазл Мстителей Марвел. Игрушка прям сама выпрыгивает из коробочки. Все в коллекции 7 супергероев. Тор, Халк, Черная Вдова, Капитан Америка, Железный Человек, Человек-муравей и Танос. Эти игрушки 3D пазлы, ластики. Деталек не так много, всего два. Туловище и голова. Голова-то смотрите какая огромная. И это Человек-муравей. Кстати, качество игрушки неплохое. В отличие от прошлой Урсулы, попавшейся мне. Серьезный взгляд у Человека-муравья. Маска тут. Броня вся хорошо детализирована. Мне нравится его костюм. Отличная игрушка, за отличную цену. Куда в наше время только куколол не запихивают. И вот очередное сердечко от Конфитрейда. Модный браслет, а также сахарное драже со вкусом клубники. Какой длинный вкладыш положили. Да даже не один. Да даже и не два. Они одинаковые что ли? Ничего себе, целых три вкладыша положили. То ни одного, то три. Как так запаковывают, непонятно. Собери волшебную коллекцию все шесть модных браслетов. Кто знает имена всех этих шести кукол? Напишите в комментариях. Есть фанаты Лол. Вот такое тут драже. И сердечек, звездочек, кругляшков. С формой заморочились. Также тут есть наклейки. Кстати, наклейки неплохие. И резиновый браслет. С огромной головой какой-то куклы. Имя знаете? Пишите в комментариях. Какая-то темнокожая девчонка с розовыми волосами. У браслета есть застежка в виде сердечка. Рука для браслета нужна маленькая. Моя не подойдет. В принципе, смотрится неплохо. Пасхальный киндер джой. Завтра уже лето наступит. Я так до сих пор не могу собрать всю эту серию. Так, лягушка. Была такая у меня уже. С каждой игрушкой идут малюсенькие наклеечки. Солнышко в очках, прикольно. Все в серии 8 фигурок и есть еще 8 топов. Хорошо упитанная лягуха, а может быть даже и жаба, лежит и машет нам лапой или ластой. На груди у нее желток растекся. Напоминает солнышко. Лягуху можно, кстати, вскрыть и внутрь положить наклейки. Она, думаю, против не будет. Маленькая радостная. Кстати, эти наклейки можно оставить и на следующий год на Пасху украшать ими пасхальные яйца. А лягуха их сохранит. Пакетик Супер Зинкс, первая серия. 80 плюс фигурах в коллекции. Вот такие тут странные супергерои и суперзлодеи. Делятся на кланы. У каждого клана есть капитан. Это редкая серебряная фигурка. Вот этот прикольный. На кабана похож. О, так это свинка-копилка. Хотелось бы такого найти. Ну, здесь свинки-копилки нету, но тоже фигурка очень крутая. Это боксерская перчатка. Смотри, какая злобная. Ух, мылочка у нее есть, глаза. Сделано очень круто. И у боксерской перчатки есть руки в боксерских перчатках. По-моему, идея прикольная. Также длинный плащ. Игрушки, кстати, сделаны из мягкой резины. И есть отверстия. Можно использовать как насадки на карандаш. Шикарный злыдень. Давайте найдем его на вкладыше. Это перчатка из клана Фуриус Гэнг. Как раз у них капитан, свинка, которая мне понравилась. И зовут его Пау Пауэр. Фигурка может попасться в двух цветах. В желтом и красном. Мега щенки, щенячий патруль. Пау Патрол, мигки Пап, супер Пауз. Длиннющее название. Так, игрушка в пакетике. Вкладыш без пакетика. И мармелад в пакетике. Все в коллекции 7 игрушек. Гончик, Скай, Рокки, Крепыш, Эверест, Зума и Маршал. Не опался Зума. И он с помощью водных сил может стрелять струями воды из своих лап. Он также может создать волну, на которой он катается с помощью доски для серфинга. Его мегасила – сверхсила воды. Щенячий патруль в виде супергероев мне нравится намного больше. С каждой игрушкой идет вот такая подставка с именем персонажа на английском языке. И вот такая картоночка. Вставляем ее сюда. Создается своеобразный пьедестал. Фигурка как будто подсвечивается. И цепляем щенка. Вот такой Зума в костюме супергероя. Здесь у него эмблема с водоворотом. Зума как всегда улыбается. Жизнерадостный щенок. А шлем у него напоминает плавник. Чтоб под водой хорошо передвигаться было. Я эту серию всю собрал. Отличная. Шоколадное яйцо Мега Сикрет Пушин. Шоколад уже помялся маленько. Ой, что-то не помню, была у меня такая фигурка или нет. По-моему все-таки была. Все в этой серии 8 кошек. Все кошки хорошо питаются. На дна все же решила, хватит хорошо питаться, надо еще хорошо выглядеть и решила записаться в фитнес-клуб. Гантельками теперь качает свои большие бицепсы. Как она вообще такой лапкой держит эту гантелью, непонятно. Повязку нацепила, чтоб пот в глаза не тек. И качается. Вообще очень милые кошечки в этой коллекции. Мини фигурки Лего Луни Тюнс. Хочу найти Бакса Бани или Лолу Бани. Я вот этот пакетик прощупал в магазине. И вроде бы нащупал длинные уши Заячи. Сейчас проверим, будет ли тут Бакс Бани или нет. Будет Заяц Найден. А вот его уши, которые я нащупал через пакетик. Сегодня моя коллекция Заяцов пополнится. Помимо Бакса Бани, в этой коллекции есть еще 11 персонажей. Я бы хотел еще Лолу Бани найти. Твитис-молотком Тасманского Дьявола. Ну и в принципе все. Почему-то голова отдельно от пакетика. Как говорится, Зайцев много не бывает. Особенно таких классных, как Бакс Бани. Да и здорово, что Лего выпустил коллекцию по мультикам Луни Тюнс. Отличные мультфильмы, на мой взгляд. Бакс Бани, как всегда, с улыбкой до ушей. Два зуба, как и полагается Зайца. Длиннющие усы. И шикарные уши. Уши Заячи, моя словасть. Также у Зайца есть хвостик пушистый. Фигурка подвижная. Зайца можно наклонить. Ручки тоже двигаются. И в одной руке он держит огромную морковку. На обед себе приготовил. Также фигурка стоит на устойчивой подставке. Киндер Джой, мир юрского периода. О, динозавр прям с обложки попался. Всего до серии 8 динозавров. И большое количество допов. И из-за них коллекция очень долго собирается. Мне попался Птеродактиль. И он чем-то очень недоволен. Открыл свою зубастую пасть, крыльями машет. Раз добыча от него убежала. О, какой у него классный длинный хвост. Прям как у дракона. Птеродактиль стоит на скорлупе яйца. И у меня остался последний сюрприз. Но самый большой. Вот такая банка. Из-под лака или из-под блёсток. Непонятно. Называется он Rainbow Surprise Fantasy Friends. Ну что, давайте открывать. Упаковочку сняли. И ещё упаковочка. Ну какой блестящий бутылёк. Что-то опять открыли. Тут уже неужели пшикать можно. Как настоящий. Интересно. А где кто прячется-то? Скотчем залепили. Не хотят, чтобы я игрушку достал. Вообще какая-то инструкция. Это же не инструкция. Упаковка. Ну-ка давай, открывайся. Не нравится ты мне. Так. Ну должно где-то здесь что-то открываться. Непонятно. Надо подумать. Получилось. Вскрыли этот флакончик. И здесь огромный свёрток. Больше пока ничего нету. А в свёрточке ещё свёрточки. Какие блестящие. Раз. Два. Три. Четыре. Ну здесь, наверное, фигурка. Начнём с маленьких. И в первом пакетике у нас трусы. Кружевные. Пчелиные. Может какая-то пчела попадётся? Размерчик-то большой. Кстати, трусы покрыты блёстками. И они очень мажутся. Тут что-то ещё есть. Хм. Топчик. Вот такой костюмчик будет у нашей куклы. Или вот так. Пока непонятно. Здесь уже что-то вылезло. Ух ты. Что это такое? Похоже на шприц. Шприц в виде газировки. Глиттер Квин. Королева глиттера. Может быть, куклу надо будет накачивать чем-то. Но шприц выглядит прикольно. Это похоже вкладыш. Сейчас-то всё и прояснится. Безиночкой перетянули. Возы инструкции нашлись. Это хорошо. Упаковка какого-то порошочка. Пакетик. Глиттер фриз. На цыплёнка похоже. Ложка-мешалка. Кстати, красиво. Здесь единорог на конце. Инструкция. Это нам не интересно. И будем смотреть на вкладыш. Всего, как мы видим, в этой коллекции 16 фигурок. Они делятся по степени редкости. Обычные, редкие и ультраредкие. Это какие-то куклы-мутанты. Фиолетовые, зелёные. Разные крылышки у них выросли. О! Мне похоже вот это попалось. Смотрите, по её костюмчику. Хонни Би. Медовая кукла. Кто ещё тут есть? Леди Дотс. Рика Чарминг. Это вообще какая-то подруга Бэтмена. На эльфийку похоже. Кура Рэй. Девчонка-курица. О! Даже русалки есть. Эх, жалко, русалка мне не попалась. Выглядят они прикольно. Это зомби какая-то. Обычный пупс. Что это у них на голове? Непонятно. Ну, выглядят, конечно, они на любителя. О, какие картинки прикольные. Татуху даже у пупса есть. Интересно. Ну, давайте откроем последний пакет. Самый большой. Ух ты, какая огромная. Я думал, поменьше будет. Обычное тело пупса. Ручки у фигурки двигаются. Ножки тоже подвижные. Можно даже вращать их. За спиной шикарные крылышки. Все в прожилках. Их даже маленько погнуть можно. Так. А это что такое? Зачем ей заклеили заднюю часть тела? Непонятно. Надеюсь, она никаких гадких дел не будет сегодня делать. Во рту у куклы есть соска. Так, можно достать, наверное. Ой, а там что-то насыпано. Заткнем обратно. Пока нам не до этого. И очень мне нравится, как сделана голова куклы. Шикарная прическа. Волосы можно погнуть. Резиновые. Смотрите, какие глаза. Прям как настоящие. И реснички. Тоже можно потрогать. Качество, конечно, шикарное. Еще по голове куклы вылазят пчелы. У пчел можно шевелить крылышки. Их тут целых три. Волосы собраны в хвостике. Концы хвостиков покрыты глиттером. Смотрится шикарно. А еще на голове у куклы есть золотая корона. Правда, маленько погнулась. Так как корона тоже резиновая. Но в целом, шикарная. Я ожидал худшего. Теперь давайте изучим инструкцию. И будем что-нибудь делать дальше. Инструкцию я изучил. Берем куклу. Нет. Вначале берем вот этот шприц. И наполняем его водой. Дальше вытаскиваем пустышку у кука изо рта. Аккуратно, чтобы порошок не просыпался. Вставляем ее в шприц. Весь шприц вошел. Вот обжора. Закрываем пустышкой рот. Трясем куклу в течение минуты. Готово. Достаем пустышку. И она начинает извлекать из себя слизь. Куклу нашу слегка подташнивает от тряски. Отложим ее пока. У нас получилась вот такая жидкость. Далее нужно подождать 15-20 минут, чтобы жидкость загустела. Ну, вроде слизь немного подзастыла. Хотя выглядит так себе. Попробуем ее собрать. Как-то маловато ее. Плохо кукла постаралась. Теперь берем пакетик. Открываем. И тут блески. Аккуратненько высыпаем все их. И замешиваем. В общем, жижа получилась очень невзрачная. На слайм пока это слабо похоже. Мне кажется, подольше надо подержать. Мне сейчас дома прохладно. Может, из-за этого плохо застывает. А еще, говорит инструкция, можно из флакона побрызгать на слайм блесками. Давайте возьмем слайм. Вон он распыляет блески. Наш флакончик. Еще пометим. Блеска, кстати, немного во флакончике. В общем, получилась пока у меня вот такая слизь. Может, она и такая должна быть? Кто знает, напишите в комментариях. Но мне кажется, должна быть погуще. Чем больше я жмякаю, тем она лучше становится. Давайте поработаем пальчиками. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь обязательно получится. Более-менее нормальный слайм. Консистенция у него уже хорошая. Блесточки. Да. Все-таки можно при желании что-то сделать. Для этого слайма есть специальный пакетик для хранения. А еще говорят, эта кукла может не только болевать слаймом, но еще и пукать блесками. Потрясем ее. Уберем сердечко. Ой, ужас-то какой! Ну как можно такие игрушки производить? И жмем ей на пузико. Так, не запачкать бы все. Видите? Блестящие пуки вылетают. Не знаю, как это на камеру видно. Ууу! Весь воздух загадило. И выглядит это жутко. Вот такие тут блески. Коричневого цвета. Че мне только сегодня мои руки не пришлось испачкать. Даже не хочу думать, что это. И вот такой наряд у нашей куклы. Кукла-пчелка. С шикарными пчелами на голове. Сама игрушка мне нравится. А вот различные слизи и пуки мне не очень нравятся. А что вы думаете? Напишите в комментариях. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Бакс Бани, Красная боксерская перчатка и Медовая кукла. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чеку. Со сладостями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok